Здравствуйте! Время новостей на Уркин Медиа в студии Ольга Сивоха. Я и мои коллеги расскажем о событиях к этому часу. Прямо сейчас вы увидите. Почетный праздник. Балхарские военные поздравили с днем рождения ветерана Великой Отечественной. Поздравляем вас с днем рождения. Желаем счастья, плетельной жизни, шар и пабельной духом. В обмен на деньги в Балхаше будут принимать автохлам. Потом могут участвовать все желающие. Сладко жить не запретишь. Откажутся ли балхарцы от конфет из-за подорожания? Ну как можно отказаться от сладкого? 96 лет исполнилось сегодня балхарскому ветерану Великой Отечественной войны Клавдии Кочетовой. Поздравить бывшую связистку пришли летчики воинской части. Поздравляем вас с днем рождения. Желаем счастья, плетельной жизни, шар и пабельной духом. Цветы, теплые поздравления и подарки. С таким набором пришли сегодня военные в гости к ветерану Великой Отечественной войны Клавдии Кочетовой. Но самое ценное в этот день – внимание, те самые полчаса простого общения и воспоминаний. Клавдия Кочетова ушла на фронт добровольцем в возрасте 20 лет. Там попала в 14-й фронтовой узел связи военно-воздушных сил. Ветеран прошла всю войну и вернулась домой в ноябре 1945 года. В копилке связистки – орден Отечественной войны второй степени. Я очень довольна. Приезжал бы, сколько я буду это помнить. 25 октября ежегодно приходим поздравлять бабушку, оказываем ей всяческую помощь, помогаем продуктами. Не забываем. Ветеранов с каждым годом становится все меньше и меньше, остаются единицы. Поэтому спасибо ей за вклад в развитие, как в развитие нашей истории, так и в развитие этого города. Балхашцы смогут избавиться от старых машин и заработать на этом. В город приедет мобильный пункт сбора автохлама. Обменять отслуживший транспорт на деньги можно будет в следующем месяце. Принимать будут только легковые автомобили. Ограничений по году выпуска и сроку владения нет. За машину полной комплектации компенсация 150 тысяч тенге или скидочный сертификат на 315 тысяч тенге на покупку нового транспорта отечественного производства. За корпус двигателем заплатят чуть меньше 50 тысяч тенге. По предварительной заявке сборщики автохлама будут выезжать на дом к инвалидам первой группы и ветеранам войны. В Балхаше прием старых машин пройдет с 9 по 13 ноября. Место сбора пока неизвестно. До приезда мобильной группы нужно подготовить справку о снятии с учета автомобиля, удостоверение личности, нотариальную доверенность, если желающий сдать авто не является хозяином. И справку с банка о наличии расчетного счета. В Балхаше мы будем с 9 ноября по 13 ноября. Пока мы могут участвовать все желающие. Обязательно условия. Распределитель должен подготовить вариант документов для значения автомобиля на утилизацию. Это удостоверение личности, ставка о снятии с регистрационного учета автомобиля. И ставку подтверждения с любого банка второго уровня о наличии расчетного счета. Балхарские коммунальщики готовятся к холодам. В область пришли заморозки и некоторые города уже сковал гололед. Чтобы непогода не застала врасплох, наши службы проверяют технику и завозят противогололедную смесь. За безопасность на дорогах снег и лед отвечают 10 единиц техники. Снегоуборочные, пескоструйные машины, грейдер, самосвалы и погрузчики. Перед скользким сезоном все прошли проверку и ремонт. 8 уже готовы выйти на дороги, 2 на стадии завершения. Следующей зимой автопарк Оркомхоза планируют пополнить еще двумя машинами. На 80% техника готова. Осталось буквально 2 единицы. Ремонтируем коммунальные автомобили, ремонт двигателей внутреннего сгорания, гидравлической системы. От нагрузки зависит. А так, если водитель все производит своевременно, техническое обслуживание, техника постоянно не ломается. Уже закупили и материалы для борьбы с непогодой. 650 тонн песка и 100 тонн соли ждут своего часа. Это почти на 200 тонн больше, чем в прошлом году. Коммунальщики готовятся к долгой снежной зиме. Большую часть компонентов смешали. Песко-соляный микс пойдет на посыпку дорог. Чистый грунт оставили для тортуаров. На практике по тем годам у нас уходило намного меньше. Но с учетом того, что обещают зиму суровую, мы решили в этом году перестраховаться. Если гололед, то мы тогда более обильно посыпаем. Если снег убрали, мы только посыпаем пешеходы, светофоры, вот эти опасные участки. Знак шипы на машинах теперь можно устанавливать по желанию. В правила дорожного движения внесли изменения. Красный треугольник с черной буквой «Ш» в середине должен быть на заднем стекле каждого авто с шипованной резиной. За его отсутствие в холодный сезон водители получали от полицейских предупреждения, а при повторном нарушении штраф около 6 тысяч тенге. Сейчас решили оставить установку знака на усмотрение автовладельцев. За его отсутствие наказывать не будут. Знак шипы обязательно надо назад поставить, чтобы он знал. А то обычно сзади едет, что видел, что он шиповка, и чуть-чуть расстояние будешь держать, хоть знаешь, что шипованная, она должна вылететь. Другие машины знали, которые сзади едут, знали, что у него шипы. Я уже спокойно еду, если зимой. А если без шипов, конечно, это же страшное дело. Большой роли не играет, я думаю, этот знак. Но это дополнительная информация не помешает. Зимой же скользко, он может резко тормознуть, а сзади, если дистанцию не соблюдать, можно и въехать ему. Национальный банк сегодня выпустил памятную монету с изображением Эбрая Алтенцарина. Новая пятисотка прямоугольной формы и с цветной картинкой. Денежную новинку изготовили на казахстанском монетном дворе. Тиражом 3000 штук. Монета Эбрая Алтенцарина из серебра 925-й пробы и весит чуть больше 30 граммов. Ее размеры 35 на 45 миллиметров. В дизайне использовано изображение мозаичного панно художника-монументалиста Вердохлебова. Памятные монеты выпускаются в сувенирной упаковке и имеют номерной сертификат качества Национального банка. На трех языках. Купить их можно в филиалах Национального банка по коллекционной стоимости. Сладкая роскошь. В Казахстане могут подорожать конфеты и соки. Цены на них вырастут на треть, если примут решение о запрете импорта сахара на всю территорию Евразийского экономического союза, куда входит и наша страна. Такую инициативу предложили Россия и Беларусь, чтобы избавиться от избытка сладкого песка на своем рынке. Тогда отечественным кондитерам придется закупать сахар дороже, а значит и повышать цену на свои товары. А как к этому относятся болхашцы, готовы ли они отказаться от сладкого? Опрос вашему вниманию. Все равно будем покупать, потому что мы соскоежки. Ну как можно отказаться от сладкого? У нас дети, да и мы сами будем сладкое. А у меня сахарный диабет, так что на меня никак не тратится. Так покупали, так и будем покупать, только, конечно, в определенных количествах будем. Ну просто ограничим себя немножко в количестве сладкого. Так будем покупать. Будем покупать по любому лаеру. От сладкого не откажусь. Будем покупать, конечно, праздники как без конфет. Я не смогу отказаться от конфет, я их очень люблю. А я смогу отказаться от них. Это жена моя решает. Для нас много. Конечно, хотелось бы, чтобы у нас все подешевле было. Конечно, все сейчас дорого уже, зарплаты нету сейчас. Мы особо не едим на все равно. Когда-то она скажет, но покупать будем, все равно. Конечно, будем покупать, куда он дется. Но будем экономить. Конфеты не особо. Нет, мы не сможем. Мы не можем себе отказать в этом. Ну что теперь будем делать? Будем покупать? Без сахара? Нет. На сегодня все. Я прощаюсь с вами до завтра. Очередной выпуск ждет вас, как обычно, в 20.15. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин